Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман, и это ежедневный обзор инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Среда, 28 июня, и давайте посмотрим, как активные движения, которые были вчера, повлияли на рынок. По большому счету, сразу же резюмирую то, что все осталось в рамках тех тенденций, которые имеют характер долгосрочный и среднесрочный, и вчера мы получили этому подтверждению. Начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар вчера мы видели преодоление целевой отметки в области 1.13, фактически ушли выше до максимальных значений, которые мы видим уже сегодня. Это отметка 1.13, 78, что в свою очередь подтверждает по евро сценарий на укрепление и ближайшие цели, которые мы можем на текущий момент обозначить по движению по паре евро-доллар. Это целевая отметка в области 1.15, 50, 1.16. Именно туда сейчас тенденция по паре евро-доллар и продолжает свое движение. В свою очередь важно отметить сценарий альтернативный. В данном случае по паре евро-доллар это будет сценарий, если пара уходит ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера. То есть отметка в области 1.11, 77. Безусловно, для присоединения на дальнейшую покупку по данной паре и на следующее движение в области 1.16 необходимо дождаться коррекционных уровней, которые могут сформироваться в ближайшие несколько дней и уже рассматривать вновь точки для присоединения. Потому что на текущий момент уровень стоп-лосс, если не рассматривали вход, к примеру, ранее, в начале этой недели, либо в конце прошлой недели, то сейчас уже необходимо дождаться более интересных ситуаций, более интересных точек для входа. Поэтому резюмируем пару евро-доллар. Тенденция на укрепление продолжается по данному активу. Пара британский фунт, американский доллар также продолжает свое движение в диапазоне. Они подошли к верхней границе, которую мы обозначили ранее. Это отметка в области 1.28, 17. Вчера были попытки уйти выше данного уровня, но пока полноценного закрепления мы не увидели. Но, тем не менее, основная тенденция также остается на укрепление британского фунта по отношению к американскому доллару. Ближайшая цель – это закрепиться выше отметки 1.28. Отмена данного сценария произойдет в середине диапазона, который мы отмечали ранее, а именно в области минимальных значений, которые были вчера, область 1.27, 14. Пара австралийский доллар и американский доллар продолжают свое восходящее движение. Ближайшая цель по последнему импульсу находится в области 76.30, то есть закрепление выше данной отметки, которое подтверждает наш среднесрочный сценарий на дальнейшее движение уже в область 77.12, максимальные значения, которые были в начале этого года зафиксированы по австралийцу. Ближайший разворотный уровень по данной паре мы можем отметить на минимальных значениях, которые были вчера. Этот уровень краткосрочный, область 75.77, а среднесрочный уровень пока остается на прежних уровнях, это область 75.21. Пара американский доллар и японская иена. В отличие от всех остальных пар продолжается рост доллара в данной валютной паре. И на текущий момент мы видим ближайший коррекционный уровень, который находится в области 111.45. То есть если пара уходит ниже данного значения, то уже возвращаемся к сценарию на снижение доллара. Напомню, этот сценарий на текущий момент остается основным, по крайней мере до тех пор, пока пара торгуется ниже отметки 115.29, максимум марта, который мы видели в начале марта этого года. Пара американский доллар и канадский доллар вернулась в свой нисходящий диапазон. Вчера ушли ниже границы 1.32, нижний уровень поддержки, который мы обозначили на прошлой неделе. И тенденция на снижение продолжается. Ближайший коррекционный уровень по данной паре мы можем отметить на максимальных значениях, которые были вчера. Это область 1.32.61. Еврофунт продолжает свое восходящее движение в рамках основного импульса, в рамках долгосрочной тенденции. Вчера преодолели отметку в области 88.35. Это максимальные значения, которые были 21 июня и 14 июня. И на текущий момент тенденция получила свое подтверждение на продолжение восходящего тренда по данной паре. Ближайший среднесрочный уровень по последнему импульсу находится в области минимальных значений 16 июня. Это 87.20. Ну а если говорить о целях движения по данной паре, безусловно, первая цель это закрепиться выше отметки 88.73, то что мы фактически видим сейчас. И после этого уже открывается дорога на движение в область 0.90 по данной паре. Золото продолжает торговаться пока в рамках диапазона область 1240 долларов за тройскую унцию нижней границы и 1257 долларов область сопротивления. Основная тенденция остается на укреплении в рамках долгосрочного тренда. Но для того, чтобы говорить уже о покупках в рамках среднесрочной и краткосрочной перспективы, нам необходимо увидеть закрепление золота выше отметки 1257 долларов за тройскую унцию. Мы начинаем восстанавливаться. Сегодня уже были попытки обновить локальный максимум. То есть первый сигнал, первый интерес к данным инструментам на покупку будет в том случае, когда золото преодолеет максимум вчерашних значений. Это 1253 доллара за тройскую унцию. Уже подтверждение среднесрочного сценария произойдет, если золото преодолеет отметку 1258 долларов за тройскую унцию. Нефть продолжает корректироваться. Вчера ушли выше максимальных значений 26 июня, то есть понедельника. И на текущий момент коррекционные движения продолжаются и по данным инструментам. На текущий момент мы можем отметить среднесрочный уровень. Тот, который отмечали ранее. Это максимальное значение в области 21 июня. 46 и 49 сейчас нефть торгуется вблизи данных значений. Также пытается за ним закрепиться. И уже полноценное закрепление выше данной отметки на 4-часовом и дневном таймфрейме может нам дать начало сценария на укрепление нефти. Но пока торгуемся ниже. Основной сценарий остается все-таки пока на снижение. По индексу DAX мы видим продолжение нисходящего коррекционного снижения. Вчера ушли ниже среднесрочного уровня в области 12 670. Поэтому на текущий момент коррекция по индексу DAX принимает основной сценарий. Ключевой уровень для начала среднесрочной коррекции по данным инструментам находится в области 12 526. Это минимальные значения, которые были зафиксированы в конце и в середине мая. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Это был ежедневный обзор основных инструментов. Ваши вопросы, как всегда, оставляйте под видео. Пишите ваши комментарии. И увидимся уже на следующих обзорах. Всем спасибо и до свидания. Продолжение следует...